Каждая разбитая, а особенно треснувшая тарелка, несет с собой реальную опасность для вашего здоровья и даже для вашей жизни. Когда бьется посуда, говорят это к беде. И при современном ритме жизни эту беду легко потом будет найти и обосновать той самой разбитой тарелкой. Для того, чтобы беду отвернуть, либо напугать, говорят нужно разбить еще как минимум два предмета. Если вы это будете делать неосторожно, то реальная опасность для вашего здоровья появляется и вы можете добавить врачам-хирургам работы, просто поранив себе ноги или другие части тела. Но большую опасность несет с собой треснувшая тарелка. Но не сразу. Когда тарелка просто треснула, она по большому счету для вас не опасна, злой дух в нее еще не поселился. Он поселяется при первом использовании тарелки по назначению, когда вы туда поместили еду. Вот здесь возникают и проблемы. После первого же использования тарелки вы реально беду получаете. Злой дух находится в самой трещинке. Сюда попадают остатки пищи, которые служат великолепной питательной средой для различных бактерий. Бактерии условно делят на патогенные и условно-патогенные. Потому как все бактерии в окружающей человека среде несут так или иначе для него потенциальную опасность. И часть бактерий может прятаться вот здесь, в трещинке. Что такое трещинка? Если вы посмотрите на нее, как говорится, вооруженным глазом, то это кратер. Достаточно большой кратер. На дне которого могут оставаться остатки пищи. Здесь могут на них паразитировать уже бактерии, размножаться, производить свои токсины. И злых духов как минимум два. С одной стороны, это бактерия. Которую потом порции пищи вы можете частично вымывать. А особенно если в такой тарелке хранить какие-то продукты питания. Бактерии великолепно размножаются и ждут своего часа. Когда кто-то, какой-то счастливец, эти бактерии вместе с пищей употребит в пищу. Попадая в кишечник, они могут вызвать пищевое отравление. И напомню, что в войнах погибло меньше людей, чем от пищевых инфекций. Вот тот самый злой дух, он легко объясним. И понятно, почему раньше говорили. Если пользоваться битой посудой, такой треснутой посудой. Да, злой дух, опасность для здоровья есть. И проблемы с семьей могут возникать. Вторая опасность, которая сразу не видна. Это вот те самые токсины, которые производятся теми самыми бактериями. Находящимися на этой поверхности. В этих условиях токсин великолепно сохраняется. Часть токсина может быть уничтожена тепловой обработкой. Но, как правило, пища попадает сюда горячее. Но в таких условиях она термически не обрабатывается. И бактерии могут оставаться живыми. И жизнеспособными токсины не обезвреженными. И вот эта токсическая нагрузка, она постепенно съедает способность печени очищать кровь. Способность почек очищать кровь. Увеличивает вязкость крови. И риски, которые с этим возрастают, они становятся реальными. Ну как нарушение работы печени. Это питание вашего организма нарушается на автомате очищения. Нарушение работы почек. Это очищение, как минимум, нарушается. Увеличение вязкости крови. Это нагрузка на сердце. Сердце будет перекачивать кровь с большей частотой. Или под более высоким давлением. И здесь уже проверяются на прочность сосуды. Развьется инфаркт, либо инсульт. Это уже зависит от того, где сосуд не выдержал первым. Но это статистика. Это уже история. В этих условиях раньше с бактериями боролись более активно. Когда мыли посуду пищевой содой, уксусом, горчицей. Попадая в этот кратер, каждый компонент так или иначе создает не очень хорошие и комфортные условия для развития бактерий. И подавлял их. Если этот ершик попадал в пищу, ну в принципе такие моющие, они несли с собой вреда для здоровья. В тех количествах, которые могли остаться на поверхности. А в какой-то степени, если использовалась горчица, ее можно использовать как аперитив. Да, она улучшает работу пищеварительной системы. Это тоже очень хорошо. Современные моющие, попадая в эти же условия, да, они могут подавлять бактерии. Но вымываясь, попадая с пищей в организм, увеличивается токсическая нагрузка на организм. Увеличивается частота аллергических реакций. То есть для здоровья это не самый лучший способ использования такой тарелки. И реально как минимум три злых духа здесь уже сидит. Это бактерия, это ее токсин и это те моющие средства, которые вы можете использовать для обработки поверхности. Есть еще четвертый злой дух, который может находиться здесь, если посуда имеет определенный цвет. Понемногу может трещинка увеличиваться в размерах, может крошиться фактически и растворяться в пище то, что находится в составе краски. Краски далеко не всегда состоят из пищевых ингредиентов. Я не видел еще производителей посуды, которые пишут, что краситель идентичный натуральному, как это бывает в пищевых продуктах. Вот эти не совсем натуральные красители. Особенно если тарелка старая, если она древняя. Могли использовать разные красители, не учитывая их токсикологию, а учитывая только внешний вид тарелки. Здесь четвертая опасность для здоровья появляется. Поэтому прежде чем использовать треснувшую тарелку в пищу, использовать ее не как продукт питания, а для хранения либо временного, либо более-менее продолжительного продукта питания, нужно учитывать эти моменты, чтобы польза для вашего здоровья от продуктов питания была максимальна, а вред от токсинов, от бактерий, которые могут паразитировать на такой поверхности, был минимальным. До новых встреч на моем канале. И пока вы думаете, какую оценку поставить на это видео, я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия. До вас. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.